Всем привет! Это опять Наташа. Сейчас я хочу сделать видео обзор на свою краску для волос. Но для начала я хочу рассказать маленькую предысторию о том, как у меня вообще началось окрашивание волос. Значит, первый раз я попробовала красить волосы мне было где-то лет 16-17, наверное, 16. Мне захотелось осветлить волосы на несколько тонов. Как мне тогда казалось, у меня был русый цвет волос. Да, есть, в принципе, сейчас. Он не светлый, не темный такой, средний русый цвет волос. В общем, мне захотелось осветлиться на несколько тонов. Я пошла на рынок, купила обыкновенную краску для волос. Да, еще у нас тут далеко рынок был. Вот. И самую дешевую, самую простою практически. Золотистой русый. После окраски я оказалась такой желтой, как цыпленок. Естественно, с таким цветом волос я вообще отказалась ходить. Поэтому на следующий день это была зима. Я на следующий день пошла на рынок и опять купила краску для волос. И это уже была темно-русой. После покраски я оказалась рыжей. Но после такого не очень хорошего эксперимента я больше не захотела красить волосы. Поэтому я отращивала волосы своим обыкновенным, скажем так, способом. То есть я ничего не делала. Я просто отращивала волосы, не перекрашивая. В общем, ничего не делала. Вот. И потом где-то лет, наверное, в 18. Мне захотелось опять что-то изменить. Я пошла, сделала эмулирование. Ну, не то, что пошла и сделала. Мне сделала эмулирование подружка. В роче, получилось неплохо. Потом второй раз я пошла делать эмулирование уже в салон. Мне там немножко подправили его. Я так походила еще чуть-чуть. И опять отрастила свои волосы. И очень долго я ходила со своими волосами. Вплоть до того, как забеременела, родила ребенка. Вот. И как бы прошло довольно-таки много. Ну, где-то года 3-4, может быть, ничего не делала со своими волосами. И мне захотелось, естественно, каких-то изменений. Я опять пошла, сделала эмулирование. В общем, девочка в салоне, я не знаю, что с ней было. Наверное, она очень спешила, потому что цвет у меня был эмулирование не белый, а желтоватый. Волосы были как-то испорчены, немного перепалены. В общем, естественно, я была недовольна. Потом я решила... Да, кстати, у меня были длинные волосы, такие вот, где-то. Но потом я решила обстричься. И обстрелилась я в каре. Вот. После чего на моем каре тумилирование, которое у меня было, смотрелось тоже не очень хорошо. Второй раз я пошла делать эмулирование уже на каре. И, впрочем, сделали, может быть, сначала и неплохо, но она начала отрастать. Очень сильно заметно, не очень красиво. В общем, я была недовольна. Опять мне что-то хотелось изменить, и я решила покрасить волосы. Ну, то есть, сейчас вы видите цвет волос, которые у меня уже окрашены. Значит, какой краской я красила? Я красила такой вот краской. Лореаль, Резитал, Пельферанс. У меня 0,3 тонн. Это светло-светло-русый, пепельный. Значит, состав краски практически стандартный. Есть инструкция, которую я обязательно прочитала перед использованием. Мало того, что я ее прочитала, я еще сделала тест на аллергию, как здесь написано. Прождала два дня, по-моему, 48 часов. И только потом я начала кашлять волосы. Потому что, ну, уж очень они об этом говорят, что там, может быть, какие-то проблемы. Поэтому я решила не экспериментировать. У меня есть перчатки там, в наборе. Естественно, это проявляющийся крем 80 мл. Это гель-краска высокой устойчивости 40 мл. Здесь также находился такой вот бальзам-закрепитель света, по-моему, он так называется. Бальзам-усилитель света. Аж сейчас целых 54 мл. Я уже его использовала трижды. У меня вот сколько использовано, сколько осталось. То есть достаточно экономичный. Ну, конечно, мои короткие, тонкие волосы, поэтому, чтобы говорить. Значит, как я окрашивала волосы? Здесь этот объем я использовала не весь. Я половину одного объема, половину второго объема смешала в отдельной емкости. Перемешала это вот с такой вот кисточкой. Такой кисточкой я это все наносила. Почему я это не делала непосредственно в банке этой, как написано? Потому что я сочла, что у меня будет много полного объема. Мне было жалко его выбрасывать, потому что краска не из дешевых, в принципе. Где-то около 70 гривен она стоит. Поэтому я решила, что попробую сделать на пол объема. Если вдруг мне не хватит, то я потом могу тут же его смешать и добавить. Но мне хватило. Почему не смешивала здесь? Потому что производитель указывает вообще после взбалтывания, когда ты переливаешь сюда, вот эту жидкость, если выливаешь сюда, взбалтываешь, надо отламывать носик очень быстро, потому что нужно было там взрыва, испорченной мебели и тому подобное. Естественно, хранить в уже смешанном виде это все нельзя. Поэтому я не стала смешивать это в этой колбочке, а смешала в отдельной. Естественно, это все я делала в перчатках. Вот такая вот кисточка. Я нанесла так, как написано это все в инструкции. Здесь подробно написано, как окрашивать первый раз, как окрашивать корни, как там что-то еще окрашивать. три варианта окраски. Я нанесла сначала на все волосы, подождала там какое-то время, потом нанесла на корни, помассировала это все в голову. Краска не жжет, ну, как бы голову, не печет в голову. Волос после нее мягкий, волос после нее приятный, блестящий. И вот этот вот бальзамчик тоже делает волосы мягкими, шелковистыми, приятными, но очень классный. В целом я, в принципе, довольна краской. Естественно, цвет у меня получился, ну, не такой, как здесь нарисовано. На выбеленных прядях, прядях с амилированием, он получился пепельный. На моих волосах, ну, как видно, такой вот желтоватый какой-то. Ну, в целом, меня пока устраивает. Я просто в следующий раз, когда буду красить голову, точнее, красить вот корни, я думаю, не только корни прокрасить, но прокрасить полностью цвет. То есть еще раз его осветлить. Здесь указано, что осветляющая технология. То есть она немного осветляет, эта краска. Ну, впрочем, я довольна краской. Это моя такая первая краска, покраска волос после длительного времени. И, на удивление, все закончилось очень хорошо. Если вы хотите покрасить волосы, разложиться она, в принципе, ровно, без всяких, там, не знаю, косо-криво. В общем, я довольна. Всем рекомендую. Но обязательно перед этим нужно сделать тест на аллергию. Это вот в эту жидкость. Вы окунаете ушную палочку, мажете за ушком и ходите так два дня. Если нету никаких у вас там жжения, зуда, прыщиков, вулдыриков, покраснений и того подобного, тогда можно окрашивать волосы. Я думаю, что лучше подождать два дня и походить так. Если не подышать, то выбросить, чем потом, не дай Бог, мучиться с головой, с волосами и со всем остальным. Это дороже будет. Все. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши подписки. Мне очень приятно. Это... Я даже не думала, что это может быть настолько приятно, насколько это радует. Подписывайтесь. Буду очень рада. Пишите комментарии. Ставьте свои пальчики вверх, пальчики вниз. Нравится вам, не нравится мое видео. Чего бы вы хотели, может быть, от меня увидеть, услышать. Я постараюсь сделать видео не сильно длинными. Хотя, я смотрю, это уже затянулось. Но извините. Потому что я не очень люблю длинные видео. Ладно, сегодня буду занимать больше ваше время. Все. Всем пока. Люблю. До новых встреч.